Работа кипит вовсю. Тяжмаш из-за пандемии останавливал производство лишь на неделю. Как говорит руководство компании, срок, конечно, не определяющий, но наверстывать нужно. Маски всем раздают предприятия. И более того, на членов семей. В процессе задействованы 96% коллектива. На удаленке остались лишь те, кому за 65. Это группа риска. В этом цехе идет изготовление устройств локализации расплава для атомных электростанций. Чаще здесь их просто называют ловушки. На выходе две так называемые ловушки. Это для турецкой атомной станции и для объекта номер 53. Кроме того, естественно, у нас гособоронзаказ, что немаловажно сейчас, особенно в условиях пандемии, что придает стабильность нашему предприятию. Ну и очень много народных. Предприятие уже готовит к отправке тяжелый кран для проекта «Артик-СПГ-2». Всего будет сделано пять таких устройств. Несмотря на пандемию, все производственные программы исполняются. Хотя есть и проблемы. Предприятие является крупным экспортером. И сегодня не все страны готовы, например, принимать продукцию. Например, в Индии. Да, своевременно ее оплачивать. Есть сложности по приглашению сюда специалистов для пускомонтажных, пусконаладочных работ. Но очень рад, что благодаря продуманным, профессиональным действиям руководства предприятия, взаимопониманию с коллективом, который здесь есть традиционно, который является отдельным достоянием, наверное, тяжмаша, все эти сложности удается преодолевать. Незабыты и социальные вопросы в ДК «Авангард» проведут капитальный ремонт. Часть средств на работу выделит градообразующее предприятие. Договоренность с руководством завода уже достигнута. Планируется, что ремонт начнут уже в этом году. Он пройдет в течение двух лет. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Сызрань.